Исакогорская библиотека номер 14 приглашает вас друзья на презентацию мастер-класс Книжное чаепитие Черный и красный, белый и зеленый, китайский и индийский, листовой и в пакетиках, сладкий или может быть соленый, с молоком или без. Это все о нем, о чая. Как его можно пить? С пирогами или с печеньем? С конфеткой или с шоколадкой? Из пузатого самовара или с красивого теплого термоса? Решайте это сами. А еще чай можно пить с книгой. Чай и книга – идеальная пара. Один из самых популярных напитков в мире, чай давно стал частью различных культур, участником национальных традиций. И, конечно же, он нашел свое отражение в творчестве писателей всего мира. И мы приглашаем вас на литературное чаепитие, где расскажем, с какими лакомствами и при каких обстоятельствах любили пить чай литературные герои. Чай из белых кувшинок. Красиво, завораживающе. У сказочника Геннадия Циферова есть замечательная книжка, которая так и называется «Как лягушки чай пили». Вы спросите, как? А очень просто. Вечером у синей-синей реки из белых-белых кувшинок пили чай зеленые лягушки. Не убавить, не прибавить. Чай питье в воздухе. Придумала его Памела Треворс. В сказке Мэри Поппинс. Поднукры с прекрасной пятницей Мэри Поппинс приводит Джейн и Майкла в гости к своему дяде, мистеру Пайрику. Мэри Поппинс отворила дверь, и перед ними возникла большая светлая комната. В дальнем ее конце ярко горел камин, а посередине стоял огромный стол, накрытый для чая. Тут были и печенья, и пирожки, и целые горы всевозможных бутербродов, и даже большой сливовый торт, покрытый нежной розовой глазурью. Сам мистер Пайрик парил в это время под потолком и читал газету. Этот веселый человек летал всякий раз, когда его день рождения приходился на пятницу. В этот день его мимолетная улыбка наполняла Пайрика веселящим газом, и он поднимался в воздух. Прекрасно! Безумное чаепитие. Так называется семья глава сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. А уж он-то знал толк в чаепитии. Около дома, под деревом, стоял накрытый стол, а за столом пили чай мартовский заяц и шляпник. Между ними крепко спала мышь Соня. Шляпник и мартовский заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову. Шляпник, мартовский заяц, спящая Соня и случайно зашедшая Алиса пили чай с молоком и ели бутерброды со сливочным маслом. Участники этого безумного чаепития постоянно пересаживались с места на место, потому что не успевали помыть чашки. Они пели песни, рассказывали истории и загадывали странные загадки. Например, чем ворон похож на конторку. Действительно безумное чаепитие. Чай в день рождения. И действительно, какой же день рождения без чаепития? Одна из самых известных героинь Корнея Чуковского, Муха Цикатуха, в день своих именин угощает дорогих гостей именно этим ароматным напитком. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по три чашки с молоком и крендельком. Нынче Муха Цикатуха, именинница. Давайте поздравим ее с днем рождения. Опасное лесное чаепитие. Как вы помните, Люси Певанси из книги Лайфа Льюиса «Хроники Нарни» попадает в волшебную страну, пройдя через плотяной шкаф. Там девочка знакомится с фамном, мистером Тумнусом, который приглашает ее на чаепитие. Чего только не было на столе, и яйца в смятку по яйцу на каждого из них, и поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог. А когда Люси устала есть, фавн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Но Люси еще не знала, что ожидала ее после этого чаепития. Что задумал мистер Тумнус? Хорошо, что он изменил свое решение, и все закончилось благополучно. Пожалуйста, будьте осторожны, если пьете чай с кем-то в сказке. Вот такие вот необычные чаепития происходят в книжках. А вы знаете, что согласно чайному кодексу, за чашкой чая следует говорить только о хорошем. О природе, об искусстве, о красоте. Или читать хорошую книгу. А чтобы чаепитие было еще более приятным, предлагаю вам сделать подставку под чашечку. Для работы нам потребуется фетр, плотный оранжевый, мягкий белый и мягкий оранжевый, циркуль, ножницы и игла с нитками в цвет фетра. На фетре чертим и вырезаем круги. Из плотного оранжевого фетра круг диаметром 9 сантиметров. Из белого 8 сантиметров. Из мягкого оранжевого 7 сантиметров. Круг из мягкого оранжевого фетра разрезаем на сегменты. Если вы хотите сделать имитацию семечек, то сложите сегмент пополам и вырежите небольшую дырочку по принципу снежинки. На белом круге разложите и пришейте швом вперед иголкой все сектора, чтобы выглядело как апельсин в разрезе. Пришейте белую заготовку к оранжевому плотному фетру. Наша подставка под чашечку готова. А сейчас берите любимую книгу, наливайте ароматный чай, садитесь поудобнее и наслаждайтесь чаем и книгой. Да, не забудьте, что надо быть очень аккуратным и не запачкать книжку. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok